Всем привет, мои дорогие зрители! Давно не снимала. Мазан поёт. У нас утра был дождь. Такая плохая погода. Закончится, и я с вами продолжу разговаривать. Ещё раз всем привет, мои дорогие зрители! Давно я с вами не общалась. Почему? На то были причины. Загруженность была такая. И телефон вообще не брала в руки. Я нигде не выставляла себя, кроме бизнеса. По бизнесу была занята. Бывают и такие периоды в жизни, и решила как-то отдохнуть от камеры. И набралась сил. И сейчас больше работаю собой, со своим внутренним миром. Слушаю книги, аудио. И одновременно делаю какие-то дела, естественно. Почему я, видите, ободела свою тёпленькую кофточку? Потому что у нас резко похолодало. 16 градусов сегодня с утра. Как это ни странно, но такое я в Турции не видела. Сейчас я хочу нанести макияж и заодно с вами поговорить. О чём бы я хотела поговорить? Какие у нас новости? Новостей у нас очень много. Самая главная новость – это свадьба дочери моего мужа, на которую пригласили 15 соседей, наверное. Полная маршрутка уехала отсюда, но не моего мужа. Как себя вёл в этот день мой муж? Ну, замечательно. Может, он не показывал, но я не увидела в нём паники какой-то, озлобленности. Наверное, это тот человек, который может держать себе в руках, за что я ценю его, и он редко когда его вижу в гневе. Наверное, его надо сильно разозлить, чтобы он разозлился. И за это я ценю его. Он владеет постоянно ситуацией, действует так, как надо. Так вот, свадьба была. Соседи ехали, конечно, сплетни на второй день, обсуждения. Присылали фотографии его дочери. И вот даже вчера соседи приходили к нам с женой пожилые. И он им рассказывал, знаете, так надо довести было отца, что он вообще не имеет желания общаться. Не знаю, может быть, он не прав. Детей надо вообще всех прощать в этой жизни. Потому что мы появились на этот мир не для того, чтобы кого-то осуждать, а себя направлять туда, где нам хорошо. Раньше у меня были какие-то попытки примирить, а сейчас я вообще не вмешиваюсь, потому что это не мое дело. Сколько раз я говорила, и мне даже сказали, что Светлана не вмешиваяся. Пожалуйста. И все. Конечно, это было для него обидно, но он принял эту действительность, эту реальность. И он говорит, детям я не нужен. Они мне вычеркнули, как бы сыну было 7 лет. И они приходились с такой ненавистью со мной и без уважения со мной разговаривали. Потому что об этом хорошо поработала его мать. Ну ладно, я никого не осуждаю, я не имею права, потому что я не знаю истинной причины, как там произошло. Не верю ни одному, ни второму, ни третьему. Ну вот, рассказываю по факту, что произошло, какие новости, какие события. Вот, мне кажется, это самое главное такое было. Поэтому я не сплетничаю, просто рассказываю без какой-либо критики. Что я еще сделала? Я закончила свое платье, сейчас я вам покажу его. И закончила брюки. Я сама сделала выкройку и пошила супер брюки. Я такая довольная. У меня сейчас идет и шитье, и обучение. Я вспоминаю то, что по тетрадям, которые я привезла, очень сложно все, когда наглядно не увидишь. Но как только ты посмотришь действия какого-то блогера по кройке и шитье, у тебя сразу воспроизводится твоими руками и твоей головой. Ты начинаешь думать, я просто безумно рада, что у меня это получается. Я получаю такой кайф, когда мне что-то не нравится, строчку перестрачиваю, распариваю, парю. Вот это действительно истинное удовольствие. И когда я думаю, где мое предназначение, да? Сколько у меня всего есть интересного в жизни. У меня есть хобби любимое, на которого я тоже училась. Три сертификата по нейрографике. Потом у меня появилась йога. Я на протяжении двух лет занимаюсь йогой. Вот благодаря йоге я уже контролирую себя, что нужно выпрямлять осанку. Потому что осанка – это потянутая шея, это красивое лицо. Вот если я там буду сидеть, какая буду? Как я выпрямилась? Шеечка выпрямилась. И все выпрямилось, как я вам рассказывала. Выпрямляйте спину, выпрямляйте, да? Поднимайте спину, выпрямляйте спину. Делайте такие движения, обязательно движения делайте, такие расслабьтесь. Через вдох, выдох. И еще я советую вам, чтобы у вас была шея, да? Мои девчонки говорят, Света, какая у тебя красивая шея. Ну, я думаю, и декольте, и зона. Ну, я думаю, где, в принципе, такого ничего нету красивого. Но им нравится. Отчего? Потому что я каждый день начинаю упражнения. Вдох. Не надо вот так запрокидывать. Вот, смотрите. Вдох. Выдох. Так, прервалась течем? Напоминанием. Я сейчас работаю над новым чем-то. Как всегда, совершенствую свои знания и себя познаю. И у меня новая такая техника есть, напоминание. И в этот момент нужно вспомнить о себе. Вот, смотрите. Я не накрасила губы. Но они у меня такие яркие. Кто-то говорил, блядь, нет, яркие. Наверное, камера не передаёт мою яркость. Так вот, друзья мои, на чём я остановилась? Да, я... Когда я задумалась, и два-три года я не могла понять предназначение. Бизнес – это не моё предназначение. Этому я научилась, и это даёт мне заработок, да, допустим. Хотя я занимаюсь с ним. Я не занимаюсь сутками. Я занимаюсь там час-два. Иногда не каждый день. Но всегда я захожу в кабинет, чтобы собрать свои монетки, которые фармятся бесплатно мне. Вот это я делаю каждый день. А так, чтобы я сидела прямо целыми днями, целыми ночами в этом бизнесе? Нет. Это уже не то время. Может, в начале как-то я и уделяла много времени, но не сутками сидела. Вот в чём прелесть удалённой работы. Ты как-то закидываешь семена, а они прорастают и дают свои плоды. И вот я, друзья мои, думала о моём предназначении. Всё-таки думала, ну где же оно предназначение? Предназначение – это что? Это любимое дело, о котором ты можешь часами сидеть, и оно будет тебе в кайф. Вот задумайтесь, у каждого человека есть такое. Ведь мы иногда идём на нелюбимую работу. А если мы будем идти на любимую работу, какие оно плоды будет нам приносить? Будем так стараться всё это сделать, не как роботы, идти туда и всё. И вот я нашла в себе такое. Это шитьё, я уже это поняла. Я сколько раз об этом говорила. Не стёс у нас. Капат, капат. Я сколько раз об этом говорила, и я поняла, что шитьё – моё предназначение. Вы мне извините, я тут делаю макияж, потому что я не хочу потерять время. Время – моё деньги. Так, ладно. Вы знаете, что я уже без очков делаю это? Почему? Потому что я работаю над программой, у меня стопроцентное зрение. И оно какие-то свои результаты приносит. Я уже стала замечать волосики, которые я раньше не видела. Вы понимаете? У меня такие планы с этим шитьём огромные. И каждый день я делаю сложное что-то, чем раньше я не занималась, что раньше я не шила. И вот я вам покажу попозже, что я делаю. Ещё о чём бы хотела с вами поговорить. Вот я сняла последнее видео. Там есть некоторые комментаторы, которых я в блог улетела, как говорится. Мне не нужно ваше высказывание. И почему вы такие вот сидите за экраном, живёте своей жизнью и вмешиваетесь в другую? Какое вы имеете право кого-то осуждать? Ведь осуждение – это порог. Неся никого, не осуждать, не критиковать. Пусть это будет женщина-проститутка из проституток, воровка из воровкой. Это её судьба, и мы не имеем права никого осуждать, потому что мы блокируем себе какой-то успех, своё здоровье и всё. Вы понимаете? Как вы можете понять? Ну, не понравилось вам видео? Идите мимо. Ну, что я вам в этом видео последнее показала? Показала, как проходят похороны, потому что для многих это интересно. Видео одно у меня есть такое, «Как хоронят Турции». Оно до сих пор актуально, люди смотрят. Но я бы это наблюдала со стороны, а сейчас я окунулась прямо в суть. Да, там не было гроба, мы сидели там, молитва мне очень понравилась. А почему бы и нет? Многие просят просто меня послушать эту молитву. Ну, не понравилось видео, идите дальше и всё. Так что живите позитивно. Вы больше от этого получите. Наше здоровье и благополучие на строй на день зависит от нас. Что мы отдаём в этот мир, то мы и заберём. Поэтому вы меня криво критикуете, как-то хотите уколоть, вы всё получите взамен. Потому что это бумеранг, мои дорогие. А взамен вернётся очень много. И старайтесь вообще не писать никому ничего. Не понравилось? Ну, не понравилось? Может, вы представьте, что я такая, такая, такая. И всё, забудьте меня, отписывайтесь, идите дальше. А я сейчас накрашу макияж уже без вас, чтобы не раздражать некоторых. И покажу вам моё платье и мои брюки. Раннее видео я вам рассказывала, что у меня есть такие планы поехать на конференцию. Поехать в Батуми. Короче, у меня столько дел, и 17 мая у меня собеседование в Билиси. Сейчас это немножко возникли, какие-то проблемы. И, скорее всего, я так поняла, что я, скорее всего, не поеду на встречу, на конференцию, потому что у меня другие планы возникли, о которых я вам расскажу, потом сами увидите тоже. Очень нужно, но никак не получается. И, кстати, мне надо подстригаться. Скоро моего мужа день рождения, 6 мая, я его сегодня спрашиваю. Ашкин, что ты хочешь? А он говорит, я хочу машину, я хочу погасить все свои долги. Ой, я говорю, загадывай вселенной, это сработает. Я говорю, а я, кстати, мои дорогие, я хочу показать вам, поделиться. Вот такие сережки я себе приобрела. Червонное золото, Версач. Заметили вы или нет? Получила зарплату очередную. И от имени сына купила. Сын мне раньше прислал деньги. И говорит, мама, я тебе на день рождения пришлю деньги. Они как раз попали в землетрясение, и куда-то они так исчезли. И я их потратила. А потом я подумала, когда я получила зарплату, и думаю, блин, надо подарок от сына, чтобы было, да, положила свои. И, как говорится, долг у него взяла и вернула. И вот это от моего сыночка. Мой сыночек скоро возвращается. Так соскучилась, два года не видела. У него тоже свои планы. Ох, у молодежи, какой план. Мои внучечки растут. Вот и маленькая, такая холесенькая. И дочь моя, знаете, что говорит, что когда пятый ребенок, вообще какие-то другие ощущения и чувства к этому ребенку. Да, когда первый, ты рожаешь неосознанно. Да, я сама. А когда третья, четвертая, пятая, совсем по-другому чувствует мать. Кажется, ценит то, что имеет. И уже такой опыт, уже сама все справляется. Ну, естественно. Какие еще новости у нас? Родители у нас в деревне. Кстати, мама все время, мужа спрашивает, как там Мавиш. Мавиш ей взапал душу. А у нас принцесса постоянно обижает Мавиша. Позиции поменялись. Теперь она и его... Там у меня брюки лежат. Некрасиво. Позиция поменялась. Знаете что, мои дорогие? Я решила вам сейчас показать мои вещи. Особенно мое платьице. посмотрите. Посмотрите. Какое у меня платье. Я его отгладила, отутюжила. Посмотрите. Две солнца клеш. Вы видите? Я в нем как принцесса. Я сделала такую асимметрию. Что-то хотела внести. Соседи приходили, и они просто обалдели. Вот. Вот такое платьице, мои дорогие. Кто не видел? Это мое первое платье. Там, конечно, вы не видели. Это мое первое платье. Очень сложный фасон, воспоминания. Ну, так все шикарно, все сделано. Молния. Видите? Тут рюшечки. Тут оно приталенное с бедер. Кокетка. Такое вот клеш. Полусолнце клеш. Конечно, помялось оно, но ничего. Ну, вот это мое первое платьице. Вот такой вот у меня сарафан. Я вам показывала. Сейчас я его так расправила. Это сзади очень красиво будет. Это спереди. Ну, просто обалденный сарафан. И еще наверху такую завязочку сделала. Вот, Светлана шьет. Ой, просто обалдею. А так у меня, смотрите, столько платья, столько вещей, блин. Куда это все, куда все одевать. Буду каждый день модничать, каждый день. Каждый день буду модничать. Жизнь одна, как говорится. Куда все справились. Вот хочу такого типа пошить платье. У меня есть еще ткань. Оно твистер. Боже, ну какая красота. Это просто обалденно. Вот такого типа хочу. Точно у меня абрикосового цвета. Кораллового даже, можно сказать. Но я не на поиске, а хочу такое сделать, цельное. И носить под вот это платье. Обрючки покажу попозже. И еще хочу вас предупредить, что я, наверное, возьму перерыв. Потому что мне нужно довести то, что я начала. Я сейчас занимаюсь активными медитациями. Хочу посмотреть, как это работает. И там одним из условий поменьше держать в руках гаджеты. Естественно. Бизнесом я занимаюсь. Я его не могу оставить, потому что это мой единственный заработок. А вот YouTube подождет. И поэтому я решила снять сегодня это видео, чтобы не оставить свой канал с таким плохим, печальным видео о похороне. Кстати, друзья мои, у меня кабинет вот такой стал. И кровать, и рабочее пространство. Немножко у меня свет проблема, поэтому я пользуюсь вечером лампой. Вот такой. Аж ты мне заказал. Здесь у нас появились полочки. Видите? Полочки. Раньше у меня машинка здесь была. Сейчас я поставила утюжную доску. Почему? Потому что мне очень удобно все сразу утюжить. Смотрите, что я вам покажу сейчас. Вот такие брючки я себе пошила. Видите, насколько они широкие. Здесь они с такой резиночкой. Дальше смотрите, Светлана, какие вещи шьет. Буду скоро брать заказы. Но мои заказы будут стоить очень дорого. Потому что я всю любовь. Это брюки с любовью. Все, что я ношу с любовью, и оно приносит удачу, успех и деньги. Это точно. Заряжены не только красотой, но энергией. Смотрите, у меня вот здесь такие карманчики. У меня здесь такая, гульфик такой. Вы видите, какая обработка, как на фирменных. И тут еще Светлана та, надо марку поставить. Вот, смотрите, как все обработано. Как все красиво. Вот такие брючки. Мне осталось пуговичку, петельку. Сейчас эти отгладить надо. Строчечка здесь, все как положено. Вот такие. И вот осталось ткани вверх, как надо будет сделать. Так, здесь мне надо сорочку там перешить мужа. Вот полочки еще здесь мы добавили. Ну, я так, в принципе, сижу здесь и занимаюсь. Сейчас покажу моих пернатых. Вот мои пернатые. Цветут и пахнут. Кстати, я сейчас закончила, я говорила, реставрировала, добавила цветов, линий. Такую красоту. Сейчас в планах муж мне должен сделать рамочку. Вот. Вот мои попугайчики. Еще мы их не чистили. Грязнульки. Мавиш, привет! Мавиш, Мавиш, видите, как любит. Что я могу сказать о моих птичках, о наших? Самый активный, самый добрый ребенок это наш Мавиш. Он уже перестал так кусаться. Вот эти девочки, они пугливые. Всего боятся. Телефон боятся. Все боятся. Это шикер вообще паникеша. Шикер, знаете, какой характер? Она тут всех построила. Когда мы даем кушать, она первая... Эти налетают, но как только придвигается шикер к кормушке, все остальные позади. Особенно Мавиш. Мавиш боится эту принцессу. Смотрите, я сейчас Мавишу трогаю. Мышлядький такой. Не убегает мой мальчик, мой сладкий мальчик. Такой холюсенький, такой холюсенький у меня мальчик. Да. И девочкам, иди. И сыр, видите, даже не кусается. Ну вот и наши пернатые. Переходим к очередному моему хобби. Цветочки. Мы после Байрама ходили, поздравили соседей. И на второй день, на второй или на третий день вдруг в дверь звонок. Только муж ушел. Я смотрю, даже удивилась, кто это. Я так не посмотрела в глазок, открыла, смотрю, соседка с тарелкой сладкого, печеного. Мы сидели с ней на балкончик. Ей очень понравились мои цветы. Она говорит, а я вообще не люблю эти цветы, не хочу, у меня нет ни одного цветка, потому что с землей не хочу возиться. Мы посидели, я ей показала свои наряды. Она тоже в прошлом портниха. И вот соседи начали уже, хотят со мной общаться. Вот у нас такой двор, все цветет после дождя, напиталось. Ой, такие красивые цветочки, особенно вот это дерево, видите, красненькое такое, клумбочки, все в порядке. Кстати, смотрите, дождик, зонтик открыла. Мы после землетрясения потеряли свой зонт. Надо его тоже найти. Ну вот пока, вот такие вот у нас новости, вот такие у нас планы. А я пошла заниматься делами. И снова праздник в нашем доме. Пришла такая посылка от Вселенной. Прислали нам, здесь были сардельки. Вот такая колбаса. Я сейчас ее уже попробовала. Очень вкусная. Судюк. Вот это судюк. Вот это судюк. Так, дальше. Зефир. Конфетки. Московские такие вкусненькие. Аленушка. И Светлана Байрам. И зефирчик. Благодарю Вселенную. И того, кто прислал.